Для расчистки дорог Самары от снега только минувшей ночью задействовали 267 единиц техники, 120 из которых самосвалы. Их количество увеличили за счет собственной техники предприятий и подрядчиков. На смену вышли более 100 дорожных рабочих. В разных районах города организовали 7 площадок для временного складирования снежных масс, что позволило профильным службам выбрать места для транспортировки. Дорожные службы должны распределить вывоз снега с уличной дорожной сети таким образом, чтобы плечо было минимальное и количество самосвалов выполнило максимальное количество рейсов на снежной площадке. Специалистами нашего учреждения осуществляется ежедневный контроль как в дневной, так и в ночное время. В ночное время стоят задачи по расчистке дорог, по расширению проезжей части и вывозу снега. Также стоят задачи по расчистке парковочных карманов, тротуаров и остановок общественного транспорта. Особое внимание уделили дорогам, по которым движется общественный транспорт. Расчистили подходы к подъездам и социальным учреждениям. Сейчас убираем улицу Галактионскую от Полевой в сторону Льва Толстого. За полтора часа работы с начала смены вывезли уже четыре самосвала. Первый, который грузился, уже вернулся и грузится по новой. Люди дорабатывают за погрузчиком где-то, что погрузчик не может взять. И также идут по остановкам, пешеходным переходам, очищают их. Также следят за состоянием тротуаров. На Галактионовской их расчистили почти до плитки. В отдельных локациях внесены противогололедные реагенты. На улице Арцебушевской, отремонтированной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», задействовали другой вид техники. Здесь использовали снегопогрузчик. Из-за специфики работы специалисты назвали его «золотые ручки». Применение такой техники оборудовано на прямых участках дорог. Если на других участках снег сначала собирают в кучу и только потом с помощью ковша грузят в самосвал, то здесь цикл работ максимально сокращен. После формирования валов погрузка в самосвалы происходит автоматически через транспортер. Таким образом можно в максимально короткие сроки расчистить целую улицу. Труд дорожных рабочих не остался незамеченным и для автомобилистов. Руслан Старченко часто ездит в исторический центр города по работе. Говорит, на заснеженных дорогах движения и парковка затруднены. И своевременность уборки крайне важна. Из-за того, что закрыли Галактионовскую, на Арсебуржевской стало намного больше машин. То есть пропускная способность из-за того, что почистили, намного больше станет. И спокойно можно будет ездить. А это уже утром на Партизанской. В районе 10 часов завершается погрузка и вывоз снега. Работает хоть и небольшая бригада, но со строгим соблюдением тайминга. На погрузку одного КамАЗа от 2 до 5 минут. Время в пути до площадки для временного складирования не больше 7-10 минут. Все зависит от дальности водки. Смотря какую улицу запланировали. Сначала вывозится улица второй категории. В связи с тем, что здесь небольшое плечо, тут достаточно два самосвала, чтобы не проставила техника. Для движения общественного транспорта препятствий нет. Остановки и пешеходные зоны уже расчищены. Сейчас продолжается вывоз валов с других участков не только этой улицы. С территории городского округа уже вывезено свыше 100 тысяч тонн снега. Его доставляют на площадки для временного складирования. В Самаре есть 4 муниципальные. В поселке Козелки, на улице Лунный, в районе БТЦ и на улице Прожекторный. Общей вместимостью свыше 900 тысяч тонн. Кроме того, для оперативного и бесперебойного вывоза снега с территории уличнодорожной сети и мест общего пользования скверов, аллеи и бульваров в рамках заключенных муниципальных контрактов дополнительно приемка снега проводится на трех частных площадках. На улице Вологодской, в поселке Шмидт и на территории завода Тарасова. Их общая вместимость порядка 400 тысяч тонн. Площадки все имеют у нас твердое водонепроницаемое покрытие. В летний период, поскольку площадка имеет водонепроницаемое покрытие, то все снежно-ледяные массы в основном под действием положительных температур выпариваются. В весенний и летний период на данных площадках будут выполняться мероприятия по рекультивации земель. Также будет производиться сбор бытового мусора, который в последующем будет утилизироваться на специальных полигонах. Только за прошедшую ночь количество вывезенного с улично-дорожной сети снега составило свыше 5000 тонн. Коммунальщиками усилена очистка скатных крыш многоквартирных домов. Сейчас этим занимается 56 бригад специально обученного персонала. Количество работников нарастили до 165 человек. Максим Агамедов, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Максим Агамедов, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. Продолжение следует...